Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео! Ну что, прекрасный сегодня день, не так ли? Ведь биткоин вырос выше 30 тысяч долларов. А на Binance US случилось чудо, и мы заглянули в будущее. Биткоин стоил 138 тысяч долларов в моменте. Когда я снимал видео вчера, я рассказал тебе о том, что еще один крупнейший финансовый институт вступает в криптоигру. Это фиделити. Но сегодня у нас появилось еще несколько таких крупных институтов. Это вызывает большое возбуждение на криптовалютном рынке. Среди институциональных игроков настоящая фома. Доминирование биткоина на этом фоне превысило 51%. Так кто же все эти новые институты? Ты будешь удивлен, но ими являются Соединенные Штаты, ФРС США, крупнейшие банки Европы и так далее. Все те, кто поливали криптовалюту грязью. Не забудь поставить лайк, если тебе нравится то, что происходит прямо сейчас. Это очень помогает каналу и мне. Большое спасибо за поддержку. Давай наберем 3000 лайков за 30 тысяч долларов за биткоин. Итак, кто еще решил купить биткоин? Сегодня утром у себя в Телеграме я сообщил о Дойче Банке. Крупнейший банк Европы и Германии. Этот банк управляет активами на сумму полтора триллиона евро. Он подает заявку немецкому регулятору НАТО, чтобы получить лицензию хранителя криптовалют. То есть он собирается предоставлять криптовалютные кастодиальные услуги для своих клиентов. Сначала он хочет стать кастодианом криптовалюты, а затем предлагать торговлю криптовалютами. Ну а после этого кто знает, к чему мы придем. И этот шаг банк делает вслед за Фиделити и Блэк Рок. Похоже, институционалы прямо сейчас впадают в ФОМА. Они хотят сначала посмотреть, а что делают остальные. Практически то же самое делают и розничные инвесторы. Они никогда не испытывают ФОМА, пока не увидят, что что-то происходит. Например, цена растет каждый день. Эти институты, теперь они обращают внимание на криптовалюту. Почему? Потому что они понимают, что крипта это что-то гораздо более серьезное. Ведь Блэк Рок, Фиделити, Дойче Банк, все они не просто так подают заявки на работу с криптой. Посмотри на это, это большой бум. Соединенные Штаты запускают свою собственную криптовалютную биржу EDX Markets. Да, ее запуск был анонсирован еще в прошлом году, но вот это случилось прямо сегодня. Фиделити, Чарльз Шваб, Цитадель и другие участвуют в создании и запуске этой американской криптовалютной биржи. Пока биржа торгует следующими активами – биткоин, эфириум, лайткоин и биткоин кэш. Все эти активы не были упомянуты SEC как ценные бумаги. Возможно, остальные криптовалюты, которые SEC не называет ценными бумагами, будут добавлены позже. Но эта биржа, в отличие от Binance и остальных, не будет кастодианом. То есть они просто находят клиентов и предоставляют возможность им торговать. Но при этом они не будут держать их активы, не будут хранить их криптовалюту. Знаешь, почему мне показалось это интересным? Потому что эту биржу создают крупнейшие финансовые институты США, которые все централизованы. Но биржа в итоге выглядит децентрализованной. Биржа, которую они создают, похожа на DEX. Похоже, что они создают один гигантский DEX для США, для американцев. Это событие привело к росту биткоина. Бесспорно. Американский рынок сегодня упал на фоне роста биткоина. Это значит, что Америка пампит биткоин прямо сейчас. Но и Deutsche Bank, Fidelity, BlackRock, все они тоже находятся в режиме FOMO. Все очень просто. Каждый из них теперь хочет получить свой кусок пирога. Инвеска возобновила подачу заявления на создание своего спотового биткоин-ETF. Этот управляющий активами контролирует полтора триллиона долларов. Виздом 3 подает заявку на запуск своего спотового биткоин-ETF. Он управляет активами на сумму около 90 миллиардов долларов. Но здесь есть кое-что интересное, связанное с ним. Одним из инвесторов Виздом 3 является RRE Ventures, как мы видим на этом сайте. Соучредителем этого Ventures является Джейс Робинсон. Он являлся практически правой рукой президента JP Morgan Chase. А его сын, Джим Робинсон, входит в состав директоров Ripple. Это очень интересно. Буквально два часа назад Джером Паул из ФРС США выступил с беспрецедентным заявлением о том, что ФРС должна стать регулятором стейблкоинов в США. Вот что он сказал. Мы действительно рассматриваем платежные стабильные монеты как форму денег. И во всех странах с развитой экономикой конечным источником доверия к деньгам является Центральный банк. И мы думаем, что было бы целесообразно иметь довольно сильную роль ФРС США в том, что происходит со стейблкоинами в США в будущем. И будет большой ошибкой, если мы будем играть слабую роль и допустим создание большого количества частных стейблкоинов на уровне Штатов. Это заявление председателя ФРС США тоже возбудило криптовалютное сообщество. Оно воспринимает его позитивно, ведь ФРС признает криптовалютные стабильные монеты не ценными бумагами или товарами, а самыми настоящими деньгами. Rect Capital опубликовал интересный паттерн, который повторялся в 2015 и 2019. Хорошие дни наступали тогда, когда мы вырывались из этого нисходящего тренда, который обозначен черной линией. И как мы видим, это уже произошло в 2023 году. А это сравнение того, что происходит сейчас с 2016 годом, перед гигантским подъемом тогда. Так что сейчас происходят очень хорошие вещи. Люди очень-очень радуются. Ну а что насчет известных инвесторов? Например, Питера Шифа. Питер Шиф считает, что сегодня нет ничего, что может помочь биткоину, в том числе и запущенная биржа в США. Я сомневаюсь, что будет большой долгосрочный спрос на эту биржу, которая создается в США. Больше способов играть в азартные игры с биткоином не придает ему ценности, написал он. И это даже несмотря на то, что недавно Питер Шиф выпустил коллекцию NFT на блокчейне биткоина и сказал, что увидел в биткоине ценность. Речь идет про биткоин-ординалы. Кстати говоря, кто-то об этом написал в комментариях. Почему Питер Шиф это делает? Почему он выбрал биткоин, если он все-таки верит, что в нем ценности нет? Это какое-то отчаяние, что ли? Все равно продолжать гнуть свою линию насчет биткоина даже тогда, когда ты уже сам его начал использовать. Я не знаю, как это называется. Вторая популярная персона в криптовалюте – это Илон Маск. И сегодня он подписался на создателя эфириума в Твиттере, то есть на Виталика Бутерина. Интересно, с чем это связано? А теперь, когда мы с тобой вдоволь нарадовались, хочу напомнить, покупать мы должны тогда, когда рынок выглядит слабым, когда происходит застой, когда скучно и страшно, когда все остальные уходят. Но потом, когда у тебя выдаются хорошие дни, когда ты вроде как забываешь про все ужасы медвежьего рынка, когда биткоин растет, ты чувствуешь давно забытое чувство эйфории, читая все эти заголовки. Вот этот момент уже опасен. Будь осторожен. Не инвестируй больше, чем можешь потерять. И никогда не поддавайся Фома. Следуй своему плану. Когда криптовалюта вырастет, зафиксируй прибыли, иначе ты никогда, ты никогда не заработаешь на этом рынке. Это я тебе могу гарантировать на 100%. Ведь американский рынок пропампил сегодня биткоин, и он же может его обрушить. Американское правительство внезапно зашевелило один из своих биткоин-кошельков, на котором лежало 1500 биткоинов. Пока это совершенно маленькая транзакция, всего лишь одна десятая биткоин. Но обычно такие транзакции проводят перед тем, как провести более масштабные. Так что будь осторожен. Береги себя и увидимся в новых видео. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова